В редакцию нашего телеканала обратились обеспокоенные жители деревни Старая Константиновка, что на окраине Твери. Они пытаются оспорить решение Росреестра, согласно которому заборы вокруг их домов возведены незаконно. Бюрократическая волокита продолжается на протяжении последних нескольких лет. Кто прав, а кто виноват в этой истории, попыталась выяснить наша съемочная группа. Сергей Ильин в доме номер 7 на улице Борзовская в Старой Константиновке живет вот уже 10 лет. Однако последние 4 года жизнь главы семейства сопровождается бесконечными официальными переписками с чиновниками разных мастей. Предмет разговора всегда один. Вот этот забор, которым обнесен участок Ильиных. В 2017 году Росреестр вынес предписание, в котором назвал нахождение ограждения здесь незаконным и обязал владельца его снести. Оказывается, красная линия проходит по границам земельных участков. И заборы существуют, стоят где-то около 6 метров, выходят у всех за, короче говоря, занимают земли, здесь так называемые земли общего пользования. Как рассказывают местные жители, подобные уведомления от Росреестр получили владельцы всех домов на Борзовской. По мнению госоргана, границы их участков проходят аккурат по фасадам домов. Соответственно, и заборы, считают в Росреестре, должны находиться на этой же границе. Однако это, уверены жильцы, грубое нарушение строительных норм и правил, существовавших в 90-е, когда строились их дома и по-прежнему актуальных сегодня. Жилой дом, особенно, что где вот эти переживают, должен стоять от границы участка по улице не менее 5 метров. Более того, на момент строительства домов нынешняя улица Борзовская была безымянным городским проездом. Только в 2002 году решением Тверской городской думы ей был присвоен статус улицы. И по градостроительным нормам в таком случае ширина проезжей части должна быть не менее 15 метров, а не 9, как сейчас. Однако эта норма скорее применима к дорогам с интенсивным движением, а не к подобным тихим улочкам, где за день проезжает не более 10 машин местных жителей. Тем не менее, долгое время жители пытались узаконить нахождение заборов именно там, где они стоят. В какой-то момент, говорят жильцы с городской администрацией, вроде бы был достигнут консенсус. Власти пообещали на бумаге закрепить фактическое расположение ограждений. Однако на уровне обещаний все и закончилось, говорят местные жители. Если они собирались в 2004 году скорректировать эти красные линии, кто им мешал скорректировать эти красные линии таким образом? Дома уже привязаны, значит, соответственно, их дом-то не подвинешь, это недвижимость. Значит, ну, очевидно, все это в разговорах осталось. Теперь горожане вынуждены писать обращения в различные ведомства, дабы спор разрешился, что называется, без шума и пыли. Строительной пыли, которая будет сопровождать снос их заборов, говорят жильцы. Мы готовы выкупить, мы готовы взять в аренду, мы сами все содержим, мы сами все делаем. Ну, пойдите навстречу, услышьте, в конце концов, власть должна слышать народ. Не то, что навстречу не идут. Вот, вот, снимите мой забор, да? Вот, говорят, сломайте. Долгое время жители Старой Константиновки стучались, что называется, в закрытые двери. С мертвой точки дело двинулось лишь после того, как местные жители написали коллективное вращение губернатора Тверской области. К ситуации подключилось Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности региона. На место выезжали представители ведомства, обещали во всем разобраться. В результате важным этапом в решении проблемы стало заключение Управления архитектуры, подписанное Главным архитектором Тверской области Ларисой Таланиной. В документе было отмечено, что факт нарушения земельного и градостроительного законодательства действительно имел место. Вместе с тем, Главное управление считает возможным сокращение параметров улицы до нынешних 9 метров. Для этого должен быть подготовлен соответствующий проект межевания со всеми обоснованиями. В материалах должны быть отражены границы образуемых и или изменяемых земельных участков, подлежащих в дальнейшем приобретению собственность гражданами, в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, в Главном управлении архитектуры подчеркнули, что проекты межевания должны быть вынесены на рассмотрение на публичные слушания с их последующим утверждением органами местного самоуправления. С данным предложением жители согласились. Со своей стороны наш телеканал в ближайшее время расскажет вам, чем закончилась эта история. Субтитры создавал DimaTorzok